Всем привет! Я продолжаю серию видеороликов с ответами на ваши вопросы. Я буду помещать эти видео в отдельный плейлист, на который будет ссылка в описании к этому видео. Свои вопросы пока вы можете задавать в комментариях под любым видео. Пока этот канал не очень большой, поэтому я успеваю читать все комментарии, которые вы пишете. Итак, сегодня будет, пожалуй, самый сложный вопрос, который волнует очень многих. И именно из-за сложности этого вопроса я постараюсь упростить для вас его решение настолько, насколько смогу. Какую камеру купить? Пройдись по топу 100 самых популярных камер. Опиши все преимущества и недостатки. Этот вопрос задал мой брат. Тот самый брат, о котором я говорил в прошлом видео. Он намеренно довел этот вопрос до абсурда. Возможно, чтобы надо мной поиздеваться, а возможно, чтобы таким образом объединить все вопросы про конкретные модели фототехники. И в чем же абсурдность вопроса? Может быть кому-то и под силу проделать такой головокружительный трюк с обзором 100 самых популярных камер, но уж точно не мне. Во-первых, это долго, нудно и неинтересно. Вряд ли кто-то сможет посмотреть такую тягомотину от начала до конца. Во-вторых, если бы я все-таки и решился это сделать, то пока я буду готовить такой обзор, за это время производители фотоаппаратов успеют выпустить еще пару десятков новинок. В-третьих, это не настолько важная тема фотографии, чтобы уделять ей так много внимания. Но я прекрасно понимаю, что многим начинающим фотографам очень нужна помощь в подборе фотоаппарата. Вопросов задается очень много и почти всем нужна конкретика. Какую конкретно камеру купить, какой конкретно объектив, какую вспышку. Как вы, наверное, понимаете, если разбирать каждый конкретный случай отдельно, то можно целыми днями только и заниматься, что обзорами фототехники. Но для этой работы есть продавцы-консультанты в магазинах или блогеры-технари, которые делают это более профессионально, чем я. Копаться в конкретике – это не мой метод. Я люблю все обобщать и систематизировать, поэтому я пойду немного по другому пути. Я помогу вам с главными ориентирами, причем с максимально простыми ориентирами. Надеюсь, это поможет вам существенно сузить количество вариантов и облегчить муки выбора. Итак, какую камеру купить? Вы уж извините, но мне придется начать издалека и немного подготовить вас к моим довольно смелым или даже к диким заявлениям. Хотя мои заявления покажутся дикими скорее тем людям, которые привыкли слушать долгие обзоры с кучей сложных технических терминов. В этом видео сложных технических терминов не будет. И это не потому, что мне лень или я считаю технические данные фотоаппаратов неважными. Нет, я просто хочу, чтобы вы немного по-другому взглянули на вопрос выбора фотоаппарата свежим современным взглядом. Более того, признаюсь, что первый вариант сценария к этому видео содержал какое-то безумное количество технической информации. Я посмотрел на это все и ужаснулся, насколько много времени оно отнимает. И я имею в виду не только время моего видеоролика, но и то время, которое в принципе фотографы вынуждены тратить на изучение этой постоянно устаревающей технической информации. И для себя я понял, что не хочу больше попадаться на эту удочку. И не хочу, чтобы вы на эту удочку попадались. Поверьте, это большое удовольствие освободить свою голову от мыслей о новинках в области фототехники. Раньше я постоянно сомневался, а хорош ли мой фотоаппарат? Может мне чего-то не хватает? Но на данный момент я выбрал свой фотоаппарат, который мне нравится. Я с радостью забыл про все остальные фотокамеры в мире. Не потому, что мой фотоаппарат идеальный, а потому, что такой подход дарит мне спокойствие и освобождает кучу времени для творческого развития. Чего и вам советую выбрать, купить и побыстрее забыть. Так что первый, главный совет не жалеть о своем выборе. Постарайтесь максимально оградить себя от переживаний типа, а то ли камеру я купил, а может я прогадал, а вот у моего друга камера получше. Эти сомнения будут постоянно преследовать меня, вас и даже того друга, у которого самая навороченная камера в мире. Это нормально и естественно. Надо просто привыкнуть к этим мыслям, но не идти у этих мыслей на поводу. Иначе вы рискуете превратиться в так называемых, пожалуй, я сейчас использую слово самое приличное из тех, которыми этих людей называют в интернете. Технофетишисты. Кто это такие? Это люди, для которых важно лишь техническое совершенство. Причем совершенство не только камеры объективов. Они стремятся не только к идеальной резкости снимков, но и к идеальной композиции, к идеальному свету, к идеальным позам моделей. Художественная составляющая для них отходит на второй план. Вместо того, чтобы просто использовать все эти инструменты для творчества, они превращают эти инструменты в свою главную цель. Конечно, важно овладеть приемами композиции, освещения, настройками камеры, но важно и вовремя остановиться в попытках доведения этих приемов до идеала. Когда я только начинал заниматься фотографией, я много времени проводил на форумах, где было много этих умных дядек с дорогими фотоаппаратами. И они часто заставляли меня нервничать, особенно в комментариях под моими фотографиями. Они меня жестко критиковали, и их доводы звучали очень правдоподобно и убедительно. Я начал доверять их словам и уважать их мнение, тем самым потихоньку становясь похожим на такого же технофетишиста. И действительно, их рецепты фотографического успеха манят своей простотой. Купи объектив получше, и проблема решится. Соблюдай правила золотого сечения, и получится шедевр. Подсвети тени на лице, и портрет заиграет. Сначала эти простые правила действительно работают, но потом наступает что-то вроде похмелья. Ты начинаешь понимать, что эффект был лишь кратковременным. Радость от покупки нового объектива проходит очень быстро. И тебе уже нужен еще более новый объектив, а потом хочется и камеру получше. И так до бесконечности это затягивает и превращается в зависимость. И тут главное вовремя осознать замкнутость этого круга и соскочить как можно скорее. Иначе будешь и дальше выискивать эти маленькие кратковременные дозы фотографического удовольствия. И чем дальше тебя это затягивает, тем сложнее потом вырваться. Да, эффект от технофетишизма был нагляден и привлекателен, но он всегда был кратковременным и поверхностным. А вот более глубокая художественная составляющая снимков приносит вам большое долгоиграющее наслаждение. Не лишайте себя этого удовольствия. Развивайте в себе художественность. Стремитесь больше к искусству, чем к ремеслу. Техника должна тянуться за творчеством, а не наоборот. Безусловно, фотограф должен разбираться в фототехнике. Так же как художник должен разбираться в холстах, в кистях, в красках. Но нельзя посвящать этому слишком много своего времени. Конечно, если вы, например, фототехнику продаете, то вы должны разбираться в ней очень хорошо. Но фотограф это ведь немного другая профессия, чем продавец в магазине. Фотограф должен думать больше о своих фотографиях, чем о фотоаппаратах. Так же и с обработкой фотографии. Вы должны в этом разбираться, но не нужно утопать в фотошопе с головой. Опять же, если вы профессиональный ретушер, то, пожалуйста, развивайтесь в этом направлении. Это неплохо, но подумайте, того ли вы действительно хотите. Например, в моем представлении фотограф это своего рода режиссер. Если провести аналогию с кино, то большинство современных фотографов это, так сказать, начинающие режиссеры. Которые сами снимают на камеру, сами выставляют свет, сами обрабатывают отснятый материал. У именитых режиссеров уже появляется команда, где каждый человек профессионально отвечает за свою часть процесса создания фильма. Создание фотографий это примерно такой же процесс. Каждая часть этого процесса по-своему интересна и важна. Но подумайте, кем в этом процессе хотите быть вы. Оператором, ретушером, гримером или режиссером. И когда вы определитесь в своих приоритетах, начинайте развивать в себе навыки той профессии, которая вам нравится больше всего. Я для себя определил, что мне больше всего нравится быть фотографом-режиссером. Поэтому я отодвинул на второй план обработку фотографий и фототехнику. Но не избавился от этого полностью, а лишь отодвинул на второй план. В этом есть не только какое-то высокое стремление, но и прагматичность. Ведь очень скоро современные фотоаппараты научатся делать технически безупречные снимки. А графические редакторы научатся великолепно обрабатывать фотографии в один клик. И это не фантастика, это уже происходит сейчас. Поэтому я предпочитаю не тратить много времени на развитие тех навыков, которые в скором времени могут быть воспроизведены искусственным интеллектом. Именно поэтому на своем канале я не хочу много внимания уделять обработке фотографий и обзорам фототехники. Ведь такие обзоры быстро устареют. Мне просто жалко на это тратить свое и ваше время. Но я понимаю, насколько важен для начинающего фотографа вопрос выбора первого фотоаппарата. Не волнуйтесь, я не забыл про основную тему вопроса. Какой купить фотоаппарат? Я возвращаюсь к этой теме. Мне просто было очень важно подвести вас к своей основной мысли. И эта мысль пришла мне в голову после долгих попыток понять. А какие такие особенности моего фотоаппарата мне нравятся больше всего? Что в нем самое главное? Оказалось, все очень просто. Главное, мне должно быть удобно и приятно пользоваться фотоаппаратом. Он мне должен нравиться внешне, по управлению, по весу, по габаритам. А вот техническая составляющая теперь не так важна. Она отошла на второй план. К счастью, с технической точки зрения большинство современных фотоаппаратов дают плюс-минус отличное качество снимков. Теперь мало кого удивишь потрясающей резкостью или отсутствием шумов. Теперь всем плевать, какая у вас камера. Теперь вы покупаете камеру не для других, а для себя самого, чтобы вам было приятно и удобно ей пользоваться. Поэтому ваша задача прийти в магазин и выбрать тот фотоаппарат, который вам будет просто приятно держать в руках. И даже если вы пока ничего в нем не понимаете, вам должно хотеться разобраться во всех его настройках. Потому что этот фотоаппарат вам приятен. Я понимаю, как дико и непрофессионально это сейчас звучит. Но я не знаю, как еще можно выбирать фотоаппараты в условиях современного прогресса. Когда даже смартфоны делают отличные качественные снимки. Я не говорю сейчас про те случаи, когда у вас конкретные цели и ожидания от фотоаппарата. Я говорю про такую ситуацию, когда вам хочется начать фотографировать, но вы пока не понимаете, к чему это вас все приведет. Но при этом вам очень хочется не ошибиться при выборе своего первого фотоаппарата. И одна из ошибок, которую можно совершить, это выбрать фотоаппарат, который не будет вас радовать. Вы должны заразиться духом фотографии. А для этого фотоаппаратом должно быть приятно пользоваться. Особенно на начальном этапе. Ведь самое сложное в фотографии это достать фотоаппарат из сумки и начать снимать. И нужен такой фотоаппарат, который приятно носить с собой, приятно доставать из сумки. А еще лучше, чтобы его даже не хотелось в эту сумку обратно убирать. Понимаю, что начинающему фотографу с нулевыми знаниями может быть сложно оценить удобство его будущего фотоаппарата. Поэтому я вам немного помогу. Я сейчас перечислю те дополнительные критерии, которые важны, например, мне. Первое. Небольшие габариты и вес фотоаппарата и объективов. Второе. Возможность менять объективы. Третье. Размер матрицы не менее APS. Четвертое. Наличие горячего башмака, чтобы надевать вспышку или синхронизатор. И пятое. Больше кнопок на корпусе, чтобы поменьше залезать в меню фотоаппарата. Еще пару слов по поводу управления. Я в свое время перепробовал довольно много разных фотоаппаратов учеников, пока преподавал в фотошколе. И по удобству, наверное, расположу основных производителей в таком порядке. Самые удобные это Fujifilm и Canon. Потом идут Nikon и Pentax. И на последнем месте Sony, как самые неудобные. Особенно для новичков. Важно отметить, что я сейчас рассматриваю именно удобство и качество фотосъемки. И не беру в расчет видеосъемку. Да и не факт, что вы будете согласны с моей субъективной оценкой. Так что проверяйте все своими руками. Кроме того, я говорю о современном высоком техническом уровне именно новых моделей камер. А вот со старыми моделями старше 5 лет может возникнуть проблема. Они вполне пригодны для работы, но выбирать между ними уже сложнее. Так как там разница между моделями с технической точки зрения может быть довольно существенной. Хотя и у них удобство использования будет немаловажным фактором. Я для себя выбор сделал в пользу фотоаппаратов Fujifilm. На данный момент это модели X-T1 и X-T20. Они, конечно, уже немного устарели. Они не очень быстрые, но мне пока хватает. Самое главное, я получаю удовольствие от работы с ними. Ну и, конечно, опытные фотографы больше внимания уделяют все-таки выбору объективов, чем фотоаппаратов. Но это отдельная тема, о которой я поговорю в одном из следующих видео. Так что можете задавать свои вопросы про объективы. Вот такой немного странный получился ответ на вопрос. Надеюсь, он заставил задуматься даже тех зрителей, кому не близок мой подход. Но, по крайней мере, вы теперь будете знать, что на мой канал за техническими обзорами техники особо нет смысла приходить. Я стараюсь уйти от этой темы и очень надеюсь, что вы тоже будете поменьше задавать вопросов про конкретные модели фототехники. А то я ведь человек увлекающийся, увижу какой-нибудь вопрос про фотоаппарат, захочу помочь человеку, начну разбираться, читать форумы, анализировать и опять увязну в этом бездонном техническом болоте. Кому это надо? Вместо этого я лучше потрачу время на более интересные творческие вопросы, которым я с большей охотой хочу посвятить свой канал. Продолжение следует...